братан арсенич а братан арсенич вы готовитесь к съемкам всем привет вы смотрите народный дообзор меня зовут арсений и сегодня мы с вами кратко пробежимся по роутерам компании kinetic в предыдущем видео я рассказал как при увеличении скорости моего домашнего интернета с 200 до 500 мегабит в секунду стал перегреваться мой предыдущий роутер от компании asus проведя анализ рынка я сделал выбор в пользу роутеров компании kinetic и теперь у меня уже три года работает роутер kinetic ultra который служит верой и правдой не имеет никаких рандомных перезапусков стоит вообще-то отметить что ультра это не совсем роутер это интернет-центр именно так его называет сама компания и в принципе они правы потому что его производительность находятся на высоте что могут роутеры компании kinetic на самом деле все что угодно все зависит от модели и собственно от ваших задач и потребностей старшие версии настолько мощные и хороши что их можно применять не только дома но и в качестве бизнес-решений безусловно с точки зрения управления единой системой из 40 точек доступа циска впереди планеты всей вы можете конечно сказать про микротик но это уже более профессиональное оборудование и сложные в настройке явно не для простых смертных лично я смогу настроить и микротик так как даже терминал linux для меня не является чем-то сверхъестественным но вот честно говоря тупо неприятно в кинетике же любая настройка выполняется настолько легко что ты даже кайфуешь от процесса спектр возможностей огромен остановлюсь на мой взгляд на самых важных подключение внешнего жесткого диска через юсби для организации небольшого файлового хранилища у себя дома да сейчас у меня есть отдельный сервер и в такой опции потребности у меня нет но начинал собственно говоря я именно с подключения внешнего жесткого диска я использовал встроенный в kinetic торрент клиент который управляется со смартфона и качал фильмы сразу на этот диск дополнительно хранил какие-то документы получая к ним доступ практически из любой точки мира по сути дела это была простейшая элементарная замена яндекс диску кстати мобильное приложение для управления роутерами компании kinetic весьма крутое и функциональное лично я не встречал ничего похожего у других производителей даже близко за счет нативной поддержки webdaf ftp и кучи других протоколов ваш роутер легко превращается в персональное облако а сервис kin dns позволит зарегистрировать домен второго уровня и не платить ни за статический ip адрес не собственно за сам домен формат будет такой my domain . kinetic . pro в качестве примера для тех кто не знает вообще что это такое поясню на пальцах вы подключаете к вашему роутеру жесткий диск или флешку настраиваете роутер и получаете доступ к своим файлам через интернет если у вас дома есть айпи камера то можно получить доступ и к ней просто вбив в адресную строку браузера ее адрес например айпи . май хоум . kinetic . pro да адрес получается очень длинный но зато это все бесплатно естественно вместо айпи и май хоум могут быть любые свободные имена которые вы регистрируете на сервисе kin dns кстати многие начинающие сервера строители предпочитают использовать именно эти бесплатные доменные имена правда со временем большинство в любом случае переходит к покупке своего красивого короткого доменного имени но на первое время этого более чем достаточно стройные интернет-фильтры firewall гибкая система внутренней адресации локальной сети всевозможные реализации vpn протоколов резервирование канала подключений все это тут есть и на все это имеется инструкция понятная даже домохозяйки более того имеется форум на который можно задать свой вопрос и получить компетентный ответ чтобы открыть или закрыть порты в роутере потребуется буквально 10 секунд и не нужно читать тону документации в отличие от того же микротика теперь давайте кратко пробежимся по моделям роутеров от компании kinetic kinetic start это самая дешевая модель в линейке можно взять ее от двух с половиной тысяч рублей может пригодиться в качестве ретранслятора сигнала вайфай 2 и 4 гигагерца либо в качестве точки доступа если скорость интернет канала не превышает порядка 50 мегабит секунду если у вас высокие требования и скорость интернет канала больше конечно это роутер слишком слабенький для каких-то ресурсоемких задач но в качестве знакомства с продукцией компании kinetic его можно рекомендовать смело kinetic 4g самая дешевая модель с usb портом для подключения внешних модемов стоимость начинается от 3000 рублей по функционалу она схожа с kinetic start отличает их соответственно только наличие usb разъема kinetic air самый недорогой роутер среди всех kinetic но уже с поддержкой вайфай 5 гигагерц может выступать в качестве точки доступа для интернет канала ну до 100 мегабит жаль что в нем нет usb но зато стоимость его начинается всего от 4000 рублей дальше у нас пойдет сразу три модели гигабитных роутеров которые позволят с комфортом обеспечить выход в сеть если ширина канала интернет не превышает 900 мегабит в секунду это kinetic спидстер kinetic skipper и kinetic viva они практически идентичны между собой только вот у спидстера нет usb разъема цены начинаются от пяти шести тысяч рублей у кинетика также есть полупромышленные точки доступа которые я не буду затрагивать и пара-тройка роутеров с уникальной комбинацией интерфейсов я же хочу перейти к вершине айсберга интернет-центры kinetic peak и kinetic ultra да они уже именуются именно как интернет-центры потому что их производительность и функционал поражают впрочем как и цена kinetic peak обойдется в лучшем случае в 16 тысяч рублей а ультра в шестнадцать с половиной стоит отметить что у kinetic ультра есть две модификации более старая к н 1810 у меня именно такая модель и более новая к н 1811 она уже поддерживает wi-fi 6 в этих моделях стоит уже серьезный двухъядерный процессор 512 мегабайт оперативной памяти и мощный wi-fi передатчик kinetic peak спроектирован с упором на большое количество проводных подключений он имеет 9 классических гигабитных портов типа rj45 и один промышленный sfp порт зато ультра имеет 5 гигабитных портов и один порт на два с половиной гигабита при этом wi-fi ультра реально выдает скорость выше 2 гигабит по стандарту а x на своих экранах вы можете видеть планировку моей квартиры а также место где располагается мой роутер даже в самых удаленных точках он обеспечивает скорость не ниже 400 мегабит секунду при работе в диапазоне 5 гигагерц скорости в диапазоне 2 и 4 гигагерца ощутимо меньше но зато дальность связи очень большая мой вайфай пробивает пусть еле-еле но через четыре бетонных перекрытия и две металлические двери обеспечивая доступ в сеть возле подъезда забыл сказать я живу на первом этаже посмотрите уровень загрузка оперативной памяти и центрального процессора в момент когда происходит скачивание нескольких торрентов при этом у меня работает сервак и вся система умного дома запас мощности здесь реально солидный вот такой вот получился коротенький выпуск если у вас возникли какие-то вопросы или есть хорошая тема для нового выпуска обязательно пишите об этом в комментариях а на этом я с вами прощаюсь всем пока